Всем привет, друзья! С вами Алексей Кравченко, основатель платформы BCA, курсы и тренинги для юристов и наша постоянная рубрика BCA News. Тем, кто не подписался на наш канал, я рекомендую сделать это прямо сейчас, чтобы не пропускать наши новости. Не успел 2021 год толком начаться, как мы уже с вами имеем новый тарифный протест, стоп-тарифный геноцид, который начался по всей стране. Люди выходят и перекрывают дороги, чтобы обратить внимание на проблему с уплатой коммунальных платежей. Также кабинет министров заявил о реформе пенсионной системы, а именно смене, существующей на накопительную. Предлагаю со всем этим сейчас разобраться по порядку. Начнем с тарифного протеста. С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки. Гениальный ход, согласитесь. Сначала снижаем цену за газ, разбив платежку на доставку газа и саму плату за газ, а потом постепенно повышаем уже две платежки. Здесь я должен использовать цитату канадского литератора, которая подходит, как по мне, идеально. Парламентария, выбирающая между двумя налогами, похожа на женщину, которая никак не может решить, какое из двух платьев купить. Обычно она покупает оба. Продолжая хронологию протестов, отмечу, что 10 января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, которые также продолжились и 11 января, протестовали в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновецкой областях. А уже 15 января к ФОПам на Майдане присоединился новый протест – стоп-тарифный геноцид. Власть, видимо, решила, что речь идет только о тарифах на газ и отказалась от своей гениальной идеи формирования рынка газа. Конечно же, на время. И уже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании в офисе президента заявил, что тарифы на газ для населения будут снижены более чем на 30%. Планируют цену на газ зафиксировать на отметке 6,99 за 1 кубометр газа. Сейчас большинство людей оплачивают газ по цене около 10 гривен за куб, а в перспективе говорится о повышении до 12 гривен. Такая фиксированная цена противоречит заявлениям о рынке газа, хотя и может хоть как-то повлиять на оплату в сторону уменьшения стоимости газа для граждан. Сами протестующие отмечают, что не намерены расходиться, ибо цену на газ снизили только до конца карантина, а потом можно только предполагать, каким будет этот тариф. Также отмечают, что они выступают за снижение тарифов в целом, а не только за газ, и говорят о том, что только Украина повышает тарифы для населения в период такого кризиса и ограничений. Друзья, а что вы думаете по этому поводу и какие вам приходят платежки за коммунальные услуги? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях под видео. Ну а мы двигаемся с вами дальше и расскажем об изменениях, которые коснутся пенсионной системы. Напомню, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что внедрение накопительной пенсионной системы необходимо уже в 2021 году. Так, в ответ на вопрос, что происходит с той самой накопительной пенсионной системой, премьер-министр отметил следующее. Мы с Министерством социальной политики полностью разработали стратегию внедрения накопительной пенсионной системы. Мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной Рады. Украина нуждается в накопительной пенсионной системе. Я считаю это одним из преступлений против общества, против государства, что за 30 лет независимости не была создана накопительная пенсионная система. Это нужно исправлять. В общем, так аргументирует необходимость внедрения той самой накопительной пенсионной системы в правительстве и сообщает, что страховые взносы за участников, которые поступят в пенсионный фонд Украины, будут направляться им в негосударственные пенсионные фонды. Участники самостоятельно будут выбирать негосударственный пенсионный фонд, в который будут направляться такие взносы. Этот принцип «пенсионные средства ходят за участником» напоминает мне принцип «деньги ходят за пациентом», но вот только медицинская сфера терпит небольшие в кавычках проблемы из-за таких реформ. Как будет с пенсионной реформой неизвестно, но уже некоторые пользователи выражают мнение, что в свете того, что гривна с 96 года обесценилась больше чем на 15 раз, а рассказы про накопительную пенсионную систему ничего хорошего не предусматривают, так можно за 20-30 лет накопить разве что на пачку мороженого, если накопители не смоются с деньгами раньше времени. А что вы думаете о таких реформах пенсионной системы? Напишите, пожалуйста, свои комментарии под этим видео. А для всех юристов, которые нас смотрят, напомню, что уже 25 января у нас стартует третий поток курса по юридическому сопровождению рынка недвижимости – Real Property Law. Это двухмесячный курс с предоставлением личного кабинета, с презентациями лекторов и записями всех пройденных вами материалов по жизненное пользование. Важно помнить, что сфера недвижимости включает в себя много объектов – земельные участки, жилые и нежилые помещения, объекты строительства и прочее. Сопровождение многих таких проектов в этой сфере невозможно без получения разрешений, лицензий и других документов. Юрист, который предоставляет полный комплекс услуг, связанных с сопровождением проектов в сфере недвижимости, всегда будет много зарабатывать и всегда будет на шаг впереди своих коллег. Поэтому регистрируйтесь прямо сейчас. Ссылку на этот курс я оставил в описании под этим видео. Торопитесь, потому что количество мест ограничено. Коллеги, а на этом у меня все. С вами был Алексей Кравченко. Я традиционно желаю вам успеха во всех начинаниях. Удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Рынка недвижимости. Риэлпрэп. Риэлпрэп. Чазана, канал я! Еще раз! Ну что же такое? Ну все, я уже готов. Последний раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова